В этот день предстояло сразиться с сильнейшим командом района. Видновский металлург встретился с пираниями из совхоза имени Ленина. От одного названия последней можно было готовиться к поражению. Но команды хорошо знакомы друг с другом. На протяжении долгих лет они встречались на ледовом поле. А потому знают как сильные, так и слабые стороны соперника. На протяжении уже десятилетий, можно так сказать, эти две команды между собой соперничают. Поэтому предсказать результат в каждой игре нереально. Сегодня выиграют одни, на следующей игре выиграют другие. Поэтому также вот вы видите и металлург висит победитель, и пирания победитель. Но первый период в этой встрече определил лидера. Два гола забил Дмитрий Чижов. Еще одну шайбу в ворота отправил Андрей Тимошин. В перерыве между периодами игроки металлурга поделились впечатлениями. Помогают товарищи. Без них сложно играть. Благодаря им и получилось забить. Именно этот гол очень сильные эмоции ощущал. Потому что до этого как раз моего напарника прессанули в борт. И хотелось наказать за это голами. Пираньи действительно отличались жесткой игрой. Возможно, таким образом выражались обиды за полученные голы. Между тем, спортсмены отмечают, что в любительском хоккее это против правил. Наши соперники пираньи играют именно так. Они проигрывают и хотят, ну, как-то себя, наверное, проявить. Выплескивают свои эмоции через силовую игру. Но и это отчасти делает матч интереснее. Болельщиков, хотя и было немного, они пришли сюда за интересной игрой. У пираньи моментов пока вообще никаких не было. Как бы вот они что-то слабовато сегодня. Игрок пираньи Михаил Тихонов многих соперников хорошо знает. Играли не только друг против друга, но и в одной команде. Все хотят выиграть. Это так и есть, да. Может, как получится, лед рассудит. Что, ребята молодцы, стараются. Начальник команды «Металлург» Александр Шлюев внимательно следит за всеми играми. По его мнению, винновчане могут рассчитывать на выход в финал. Практически все выиграли. Вот так вот. Где-то в пять шайб, где-то в одну шайбу. Где равные игры были. «Металлург» выигрывает. Так что... Мы желаем ему победы. Да. Скажи, а если бы «Металлург» проигрывал, как бы ты? Ну, я бы надеялся на чудо, чтобы «Металлург» все-таки победил. Но чудо не понадобилось. Видновчане успешно завершили матч со счетом 4-2. Татьяна Брилова, Константин Брилов, Елена Кошлева, Видное ТВ.